МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует информационная программа новостей в студии Саид Ахмадов. И вот, что будет в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем немного остается до начала клубного чемпионата Европы Золотая Лига. Это праздник в первую очередь для дзюдо, для нашей страны и, естественно, для Кавказа в целом. В Грозный продолжают пребывать участники турнира. По всей стране с национальными ритмами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гастрольный тур ансамбля «Нохчо» завершился в Ростове. Чеченцы играют в хоккей. Уже второй год мы занимаемся. У нас есть и свои успехи, есть свои поражения. Но мы стремимся, добиваемся, боремся. Силовики региона отметили 99-ю годовщину со дня основания органов государственной безопасности. Сегодня в парламенте прошло девятое по счету пленарное заседание под председательством спикера Магомеда Даодова. Здесь были рассмотрены и приняты актуальные законопроекты. В частности, в окончальном чтении депутаты приняли два проекта, предлагающих нести изменения в действующие республиканские законы об образовании Гудрюмецкого района и наименовании муниципальных образований, входящих в его состав. А также об индустриальных парках в Чеченской республике. В первом чтении парламентарии приняли поправки в законы о парламенте, о статусе депутата парламента, а также о порядке перемещения задержанных транспортных средств на стоянку, их хранение, перемещение и возврата. Также в ходе заседания была отклонена инициатива по проекту федерального закона, который предусматривает отмену действия открепительных удостоверений в ходе проведения выборов. Подытоживая заседание, Магомед Даудов подчеркнул, что приоритетной задачей народных избранников является законодательная поддержка политического курса главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. До начала клубного чемпионата Европы «Золотая лига» остается чуть больше суток. Участники предстоящего турнира продолжают пребывать в Грозной и сегодня в аэропорту встречали представителей самого титулованного клуба страны. Напомню, наши спортсмены будут оспаривать звание сильнейшего с именитыми дзюдоистами практически со всех европейских государств. Подробнее расскажет Магомед Ламаркаев. К проведению международного турнира «Золотая лига» уже все готово. В спортхоле Колизей завершаются последние работы. За ходом организации следит представитель Европейского союза дзюдо. Два татами в состоянии хоть сегодня принимать поединки. Для меня очень радостно, что я вижу, с каким желанием люди, сколько души и сердца вкладывают в это мероприятие. Мы видим, как красиво декорирован зал, сколько сделано для спортсменов, для тренеров, для его комфорта, для судей, для гостей. Конечно же, подготовка идет в очень штатном режиме. К турниру такого статуса приковано внимание всего мира, поэтому важно провести его на высшем уровне, отмечает Федерация дзюдо Чеченской Республики. Учитывается каждая деталь, начиная размещением спортсменов и предоставлением тренировочных помещений, заканчивая освещением. Подготовлен помост, подготовлена татами, укладка, подготовлено все необходимое судейское оборудование, также подготовлены разминочные зоны, зоны для контроля кимоно. Также на данный момент ведутся некоторые мелкие работы по дополнениям подготовки зала. В принципе, в общем объеме зал у нас готов. Ночью чартерным рейсом в Грозный прибыла делегация из разных европейских стран в составе 155 человек. В их числе не только спортсмены и тренеры, но и представители Европейского союза дзюдо и разных СМИ. В составе различных команд и именитые спортсмены. Золотая лига для них сегодня самый важный клубный турнир. Ведь успешное выступление здесь гарантирует их участие в будущем первом клубном чемпионате мира. Его планируют провести уже в наступающем году. Это событие, которое происходит каждый год с лучшими бойцами и клубами всей Европы. Это одно из лучших событий. Мы планируем выиграть эти соревнования. Мы все полностью готовы. Я представляю клуб из Германии. В прошлом мы взяли бронзовую медаль. Сейчас мы намерены выиграть золото. Для меня хорошо участвовать в этих больших соревнованиях. Думаю, мы справимся. Моя команда очень сильная, мы едины, и это делает нас еще лучше. Я в России уже не в первый раз, а вот в Грозном впервые. Здесь немного холодно. Усиленно тренировалась и готова показать хорошее выступление. Команда у нас просто отличная. Мы уже занимали высокие места. Надеюсь, что Грозный принесет нам удачу. Мой клуб «Аббинсберг» имеет хорошую историю и большое будущее. Мы готовы бороться за звание лучшего. Я счастлив оказаться в Грозном. Российская команда – одна из сильнейших. Я знаю много о клубе «Эдельвейс». У меня много друзей оттуда. Я желаю ребятам удачи. Золотая лига очень важна для моей команды. Наша команда очень сильная. Я думаю, мы выиграем эти состязания. Хотела бы выразить благодарность за приглашение. Я никогда не была в Грозном и уже под большим впечатлением от приезда в столицу. Гости уже смогли оценить уровень организации и мероприятия. В одной из лучших гостиниц города их отвезли на комфортных микроавтобусах. Магомед Ломаркаев, Муслим Типаев и Зелем Закаев. Новости. Сегодня день памяти журналистов, чья жизнь оборвалась при исполнении служебных обязанностей. Ежегодно этот день отмечается по инициативе Союза журналистов, чтобы напомнить, какой вклад в развитие общества вносят сотрудники СМИ, профессия которых была и остается опасной. Только во время войны в Чеченской республике погибли десятки сотрудников СМИ. Слово Розаница Маевой. Раиса Типсуркаева рассматривает фотографию своего сына Адама. Она сделана незадолго до его смерти. Адаму было 24 года. Он работал журналистом. В тот роковой вечер молодой человек гостил у соседей. Раиса Типсуркаева рассматривает фотографию своего сына Адама. Раиса Типсуркаева рассматривает фотографию своего сына Адама. Незадолго до смерти Адам устроился в агентство «Рейтер», где занимал должность внештатного корреспондента. Освещал события в республике во время войны. В этом, вероятно, и нужно искать причину его жестокого убийства. Чувство справедливости и ярко выраженное мужество отличали его с раннего детства. Адам с детства увлекался спортом. Был четырехкратным чемпионом России по тхэквондо. Успевал заниматься с юными спортсменами. Сегодня в гостях у Типсуркаевых бывший тренер Адама. Муса вспоминает, это был особенный ученик. Его отличали целеустремленность и особое трудолюбие, говорит учитель. Старательно стремился. Всегда уволить не так. Результат, результат. Сжимову вашего заниматься. Постоянно с такой эмоциональной спортивной 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 спортивной. Адам не успел обзавестись своей семьей, но у него много племянников. Все они родились уже после смерти Адама. Самому старшему 14 лет. Его назвали в честь своего знаменитого дяди. Адама нет на этом свете уже 16 лет. Однако память о нем остается жить с его родными и близкими всегда. Розан Азамаева, Магомед Мударов. Новости. Секретарем Шалинского местного отделения партии «Единая Россия» вновь избран Турпололей Ибрагимов. Абсолютное большинство делегатских голосов за него было отдано на 18-й отчетно-выборной конференции местного отделения. Вновь избранный секретарь отметил, что основные направления в его работе будут ориентированы на создание дополнительных рабочих мест в районе. Также он подчеркнул, что будет проведен тщательный анализ эффективности расходов местного бюджета и мониторинг деятельности муниципальных учреждений предоставления услуг. Говорилось и о том, что будет создана база развития инфраструктуры района, что позволит сократить безработицу. Говорилось и о том, что будет создана база политических голосов для исследований. Работу в отчетно-выборной кампании Чеченского регионального отделения оценил руководитель департамента по работе в СКФО ЦИК партии «Единая Россия» Андрей Чугреев. В своем отзыве он заявил, что качество ее проведения в регионе можно с уверенностью назвать высоким. Хочется отметить то, что в Чеченской республике проходят отчетно-выборные мероприятия на очень высоком уровне. Активизировалось первичное отделение, что я посмотрел, на самом деле проходит собрание, люди принимают активное участие. Также хочется выразить благодарность члену высшего совета Адыру Роман Ахматовичу, что при его участии и при его поддержке отчетно-выборной конференции проходят на очень высоком уровне. Чеченскую республику посетила делегация шведской компании «Триатлонгрупп». Визит состоялся по инициативе руководства региона. Гости в первую очередь встретились с представителями двух министерств – финансов и здравоохранения. В ходе встречи обсудили взаимоотношения сторон по реализации принципов бережливого управления в регионе в различных сферах. После представители шведской компании посетили республиканскую клиническую больницу имени Эпендиева. Ознакомились с условиями в лечебном учреждении, осмотрели отделения, палаты и процедурные кабинеты. Гости дали высокую оценку увиденному. Завершая свой рабочий визит, делегация провела встречу с директорами цементного и сахарного заводов. Компания будет оказывать промышленным предприятиям республики поддержку в улучшении качества производства и в экономии расходов. Мы уверены, что в больницах, не только в России и в Чечне, но по всему миру требуется улучшение графика работы и для докторов. Но чаще всего, чтобы все было более удобно пациентам, пациент должен ходить в 17 окон до того, как он может встречаться с врачом. Но после внедрения бережного управления, это только 5 таких окон. Грозенская средняя школа номер 60 стала лауреатом всероссийского конкурса «Успешная школа». В числе 20 других средних учебных заведений она поборется за звание лучшей школы страны. Для того, чтобы проголосовать за нее, необходимо зайти на сайт учительской газеты, пройти по активной ссылке в левом верхнем углу страницы, ввести номер мобильного телефона и проголосовать. Голосование проходит в онлайн-режиме и продлится до 17 декабря. В настоящее время Грозенская школа лидирует, опережая образовательные учреждения из Ленинградской области, Мордовии, Кемеровской области и Татарстана. В Грозном прошло заседание Совета ректоров вузов СКФО. Во встрече приняло участие и полпредства президента России в округе. Научное сообщество обсудило подготовку инженерных кадров для кавказских регионов. Подробнее Хамзат Аюбов. Профессоры и доктора наук вспоминают героев Отечества. Визит ректора вузов СКФО в Грозный начинается с возложения цветов к мемориалу Ахмата Хаджи Кадырова. Торопятся. Времени перед важным заседанием очень мало, поэтому в музее осмотрели только личный кабинет первого президента. Обещали вернуться. Та деятельность, которой вы занимаетесь, деятельность в сфере науки, деятельность в сфере образования, просветительства, это очень важная сейчас задача. И недаром и президент Российской Федерации, и правительство страны на эти вопросы обращает столь пристальное внимание. В выездном заседании Совета ректоров приняли участие и гости из полпредства президента России в СКФО, представители парламента Чечни и министр образования Исмаил Баяханов, которого, кстати, сегодня поздравили с днём рождения. Он поприветствовал Совет ректоров и пожелал плодотворной работы. Как известно, Совет ректоров был создан на решение набора острых проблем в области образования. Подготовка инженерных кадров и экономики является одной из них главной. И то, что сегодня эти проблемы поднимаются, и вот именно Грозенского, нефтономно-технологичного, наверное, я думаю, что это очень правильно, потому что это всегда оставилось своими кадрами. Основная тема заседания Совета – вопрос подготовки инженерных кадров для СКФО. Производство необходимо наращивать, но при этом нужно совершенствовать, собственно, и сам образовательный процесс. Чуть ли не первым делом отметили собравшиеся. Но какие бы вопросы не решались на таких заседаниях, всё всегда упирается в проблему финансирования. Я думаю, значение будет иметь огромное, ибо такие мероприятия, они очень проводятся не год один раз, а бывает и 10 лет один раз. Потому что вопрос качества подготовки инженерных кадров, вы знаете, всегда находится на повестке дня не только нашего главы Чеченской республики Рамзана Ахмадовича, но и президента Путина. С рассказом о своих видениях решения проблемы подготовки инженерных кадров выступили представители практически каждого вуза СКФО. Они также рассказали о том, как подобные вопросы решаются у них на места. В итоге встречу признали плодотворные и выдвинули предложение проводить такие заседания чаще. Хамзат Рыбов, Булат Баканаев, Даниэх Офхаров. Новости. В Грозенском педагогическом колледже прошла научно-техническая конференция в рамках программы развития русского языка в Чечне. В ней приняли участие несколько десятков педагогов со всей республики. Знатоки обсудили проблемы развития русского языка в регионе и пути их решения. На встречи побывала и Лариса Джабраилова. За годы работы преподавателем русского языка, это уже почти 15 лет, Зелина Цуруева побывала на многих конференциях. Однако саморазвитие – неизменный спутник учителя. Именно поэтому участие в этой встрече для нее – возможность подняться в своей профессии еще на ступень выше. В поколении, в поколении у нас в семье были учителя. Мне эта профессия нравилась, она была мне родна и близка. А русский язык мне нравился, вот, наверное, люблю художественную литературу. Словое чтение как основа формирования учебных, универсальных учебных действий, мне кажется, особенно актуально в нашей республике, потому что читать умеют все дети. А вот осмысленное чтение, оно очень важно для наших детей, потому что русский язык для наших детей, он не родной, он чуть-чуть иностранный. Все они – филологи, преподаватели школ, техникумов и педагогических колледжей республики. Всего заслушают 15 докладчиков. Специалисты не только обсудят способы развития русского языка, но и обменяются видением учебного процесса. Проблема изучения языка, проблема преподавания русского языка, она существует. Сегодня есть проблемы и в школе, и в СУЗах, когда студенты плохо знают язык. Сегодня как раз мы будем говорить о том, как дальше нам обучать, как нам добиваться успехов в обучении и студентов, и учащихся в общеобразовательных школах. Кадю конференции здесь провели и выставку поделок. Все они выполнены студентами педагогического колледжа под руководством преподавателя Умы Гайбулатовой. Лариса Джабраилова, Магомед Мударов и Луиза Юнусова. Новости. Ансамбль «Нохчо» завершил гастрольный тур, который проходил в крупных городах России. Последний концерт прошел в Ростове-на-Дону. Коллектив выступал с практически полностью обновленным репертуаром. Сейчас танцоры дома и уже готовятся к большому концерту в Грозном. На репетициях побывала Тина Тинамзашвили. Народные мелодии и зажигательные ритмы Лизгинки. На ростовской сцене артисты ансамбля «Нохчо» перенесли частичку Родины. Гастрольный тур под названием «С России на века» завершился с масштабным концертом в Ростове-на-Дону. Он охватил ряд крупных городов всей страны. В программу вошли не только танцевальные выступления, но и вокальные исполнения. Этот тур особенный для коллектива, ведь «Нохчо» уже 25 лет на сцене. Юбилей ансамбля задействовал всех танцоров – более 80 человек. Сольный концерт стал особым подарком для представительства Чеченской Республики. Это очень значимое мероприятие. Чеченское искусство, чеченский концерт – это составляющая часть нашей общей российской культуры. В Ростовской области проживает порядка, в среднем, плюс-минус 15 тысяч выходцев из Чеченской Республики. Безусловно, приглашены, оповещены. Будут и не только чеченцы, и представители других национальностей. В танцевальную программу вошли 17 новых номеров. Здесь и коллективные, и сольные исполнения, где артистам удалось создать историческую войнахскую атмосферу. В танце «Нохчо» показана скромность нашей девушки и искрометность наших парней. Возвращение в Чечню также завершится концертом. Танцевальная труппа готовит для зрителей не менее красочную программу. Ее зрители увидят уже 26 декабря. Тинатин Музашвили, Ислам Расуев, новости. В Грозненском политехническом техникуме прошел конкурс студенческих научно-исследовательских проектов на тему Лермонтов и Кавказ. Известно, что этот выдающийся поэт особенно неравнодушно относился к горным пейзажам. И по словам организаторов, именно поэтому конкурсы основали на автобиографии и деятельности классика русской литературы. Продолжит Марк Ахмадова. Гуманизм Лермонтова, его увлечения и симпатии горской культуре вызвали интерес студентов к личности поэта и его творчеству. Подготовиться к конкурсу и достойно выступить перед гостями своим учащимся помогали и руководители техникумов. Наши дети выезжали на Машук, Пятигорск, Балерик. Увидели Лермонтовские места воочию. Много узнали, хотя Лермонтов – это поэт, с которым мы растем с первого класса. Но прикоснуться, еще раз прикоснуться к творчеству – это было замечательно. Вы видите, какие интересные работы и как зрители внимательно слушают. Желающих принять участие было много, но повезло не всем. Каждый СОС предоставил по три студента. К конкурсу участники готовились, не покладая рук, пытаясь найти как можно больше интересной информации. Материалы я собирала с интернет-источника. Также мы ездили в библиотеку, которая находится в Грозном. Там мы фотографировались, изучали. Также мы посетили музей и ознакомились там с его произведениями, с ее процессом, его работы. Как он писал произведения, такие как «Герой нашего времени». Строгая жюри оценивала работы по нескольким критериям. Они отмечают профессионализм студентов. Я бы сказала, что практическую значимость имеют данные работы. И подготовки для срока очень неплохо, хорошо. А затем работы действительно оригинальные. И можно использовать их в работе. Например, я бы смогла использовать их в своей работе на уроках литературы. С помощью этого конкурса организаторы хотели связать русский язык с Кавказом. А в жизни и творчестве Лермонтова Кавказ сыграл не просто значительную роль, а стал основополагающей темой, проходящей через всю судьбу поэта. После подведения итогов среди конкурсантов были выбраны победители и призеры. Участников наградили дипломами и грамотами. Марха Ахмадова, Мансур Саев, Дани Хавхаров. Новости. Чеченские дзюдоисты готовятся покорить очередную спортивную вершину. Клуб Отечества имени Хусейна Исаева отправился на клубный чемпионат Европы по дзюдоу. Он состоится в столице Сербии, в Белграде. Ребята хорошо подготовились к битве, говорят тренеры. Более того, каждый из спортсменов уже имеет опыт выступления на международной арене. Накануне их тренировку посетил министр республики по физической культуре и спорту Хас Магомед Хизриев и президент спортивного клуба Адельвейс и глава федерации дзюдоист КФО Амбруди Адельгиреев. Будем надеяться, что Сербия тоже отечество поедет там и выиграет. И на следующий год будем надеяться, что они встретятся в финале. Хотелось бы. Будем болеть. Честь страны на турнире также будет защищать новый поток. Это команда из Тюмени. Всего же в состязаниях примут участие 18 европейских спортивных клубов. Чеченские силовики сыграли в хоккее. Правоохранители региона разделились на две команды и показали весьма интересную и бескомпромиссную игру. Из Наур-Заурбеков расскажет подробнее. Олег Саидов с детства занимается любительским хоккеем. Участвовал в турнирах на различных уровнях. Последние несколько лет он тренируется с рабочим коллективом в команде «Даймох». За второй год мы занимаемся. У нас есть и свои успехи, есть свои поражения. Но мы стремимся, добиваемся, боремся. Занимаюсь здесь с друзьями. Друзья мои тут играют в команде и сослуживцы. На сегодняшней встрече друг против друга будут играть представители одной команды, которую разделили на два коллектива и назвали «Даймохк-1» и «2». С хоккеистами-любителями на лед сегодня выходит и тренер. Это команда, участвующая в ночной хоккейной лиге. То есть несколько дней в неделю мы занимаемся по вечерам здесь. И сегодня противостояние из одной команды разделили по организациям, будем говорить, на две команды и проводим такой матч-встречу. Посмотреть игру и поздравить собравшихся с наступающим днем работника органов государственной безопасности Российской Федерации прибыли министры физической культуры и спорта Чеченской Республики, представители Следственного управления и Федеральной службы безопасности России и ПОЧР. Я приветствую участников матчевой встречи по хоккею. Она посвящена 99-летию образованию органов государственной безопасности Российской Федерации. Одним из главных направлений в политике нашего первого президента Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, для лазового облдольца, является пропаганда здорового образа жизни и физической культуры, которую достойно сегодня продолжает глава Чеченской Республики Героя России Ахматович Кадыров. Я хочу поздравить сотрудников Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны с вашим профессиональным праздником. А хоккеистам сегодня желаю показать красивую игру. В матчевой встрече участвуют две команды. В белых майках сборной органов государственной безопасности и сборной Министерства обороны и силовых структур в черных. Несмотря на любительский уровень, хоккеисты показывают яркую игру. По итогам трех периодов игра закончилась со счетом 5-4 в пользу сборной органов государственной безопасности. Всех участников наградили медалями и грамотами. Победителям матчевой встречи вручили кубок. Конечно, игра была, как вы видели, как все видели зрители, была принципиальная. Команда соперников, состава была равной нашей команде. Соответственно, была довольно-таки волевая игра. Но нам повезло чуть лучше. Может быть, были подготовлены чуть лучше. Может быть, какое-то везение спортивное. Но в любом случае, это была игра равных соперников. Подобные игры будут проводиться ежегодно. Сегодняшняя встреча завершилась памятным фото. Из Наур Заурбеков, Шамиль Лепиев и Зелимхан Закаев. Новости. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова